всем привет дорогие друзья с вами андрей фоев и как и обещал новая рубрика как бы я ее назвал ретро или классика здесь в этой рубрике будет представлены игры которые по-настоящему мне запали душу и я в них убивался было время играл очень продолжительное время изначально я планировал делать обзор ножка по другой игре но из-за того что то программа которая записывает чтобы она записана должна поверх окон а то игра в окне не запускается вследствие чего записываешь пропадает запись и все такое поэтому то игра называется total club manager как для меня реально достойная может быть просто сделаю на нее обзор ну а в этой игре я сыграю случайный матч тот режим в котором я наверное никогда не проигрывал выберу я команды арсенал а милан барселона и цск ну цск такой знаете мною мною же и сосны вот против меня будут играть челси на я тут кого-то менял название у кого-то нет точнее ни у кого не поменял так челси интер реал мадрид и московский спартак да не смотри прим динку манчеста юнайтед посмотрим к нам первым положили да их хочу сказать сразу есть футболиста вот мной созданный футболист неплохой составчик но дать не сделал перевыбор хамик а а еще а еще разочек надо это не больше нравится майкл мутера цивала хруст перле павленко цветов пара режима криштиан роналдо хомич павел феррера барабара милит колу дать перевыбор сделаем ну вот ковальчук кальниченко хавер занятием ковалевский на рекламе дима чинендер вард вот по моему неплохой состав давайте главный игрок до играем не на профессионально обычных битвен новички на главный игрок 7 игроков могу заменить там до 10 минут ночь зима достать и он названным моим именем так сформирование набор сейчас 352 позиции охер артики блин галас эрика бедаль да я в этой игре я люблю по крайней мере тактическую схему 352 в морозине ну как я считал тактическая схема более-менее такая рамон который толком у меня за играл в циска его собственно говоря я янщик не класс ян хунтур даже так кто у нас есть на замене ну во первых пускай до долбанника так пике с голосом я не станем поменяю что все из из-за-за-за-за-за-за-за-за ну наверное он пускай играет эрика бедаль первую топорником на правом фланге будет играть да давайте овшайну поставим может это конечно не его позиция а левый скорее полузащитник хунта ларом я бой на киркельча выпущу а я работа действует слева у нас местом в разе не даже вот тогда сделаем янщик бомбан киркетч если что на есть кем особенно конечно замена вот так у них ковалевский на воротах Джон Терри, Самуэль, Хавер Матераса нашли опорник на кирле лэмборд а чуть выше у него у Мансини или Манчини у Сундерварта бензимая драгба форварда ну что поехали ну даже представленных тактическая схема минус 3 в этой игре я почему то люблю играть зимой не знаю почему но как то больше всего вот выход команды ну давайте пропустим начнем собственно в мать т.к. ну и поехали да и Андрей Аршавин бывший капитан сборной России и 1-0 давит янщик вот так вот быстро мы выходим вперед в этом матче и что мне нравилось особенно в этой игре вот здесь можно смотреть вот гол, голевая и мы продолжаем и да почему Вандерварта и Вандерварт 1-1 ну вы видели сами такие проблемы в защите и седьмой номер соперника легко вкатывает вол минут на не прошла и корвали с мячом Терриера сейчас тащит и Вандерварт в подкате и выбивает выбивают соперники наши мяч не хотят чтобы еще забили и Вандерварт смотрите неплохо он тут все делал в пике и я с мячом а вот это было круто в исполнении Клода Макелли но сейчас может быть очень опасно и удары и хорошо подставляется защитник и корвали с мячом ай ну честно немножко разучился я играть в эту игру хотя вот на моменты выхода это кажется 2005 год если я не ошибаюсь ну в общем эта игра нравилась тут я в карьере блин да вот даже честно вот чтобы не соврать можно потом зайти да посмотрю до какого я дошел в карьере ну чтобы так уж прям таки не совы не соврать ну наверное вот 2005 там вот 2005 ну вот 2020 я дошел да то есть у меня там кто-то на пенсию выходил здесь Зидана я подписывал молодым там 17 летним кажется вот а первоначально я хотел делать обзор по Total Club Manager ну игра которая действительно меня запалывает одна из игр которых мне реально тоже запалывает душу ну вот не судьба моя программа ну это бандикам ладно не буду тут какой-то интриги делать она не хочет записывать эту игру ввиду того что в оконный режим ай и это штрафной вот что что вот штрафные в этой игре у меня не получались так не да доверить бить штраф на карвале видите ну чуть подкрутку делал поэтому а хотя самое парадоксальное в этой игре что я начал играть карьеру за ЦСКА и в команде я вернул Симака вот и первое первый там что-то момент первое и тоже нарушение правил я Симака как моего опасность сейчас была как одного из моих любимых футболистов все подпускаю и он заряжает штрафной что меня до сих пор удивляет что это вот единственный гол забитый в игре да что что будешь делать ну вы сами видите не дает мне вот именно мне с мячом вот да и что желтая мне ну честно да Джун Терри свалил 17 лет мне 191 хе-хе-хе да мне прическа очень нравится да да теперь надо быть очень осторожным и не ребятки это дело не пойдет 1-1 и они нас начинают сжать они начинают нас поджимать и Боин Киркич и Карвалья должен побороться блестящая янчик да пока что-то как-то в гол забили да все супер было минуту проходит пропускаем и честно моментов моментов у нас и нету Эрика Бедаль на меня посовет прошу прощения и тут вот и я поборолся и неплохо и да что Терри ну те мало по ногам зарядили я не пойму и бежать пока нету Джона Терри и забивать не забивать забивать и и Ковалевский вытаскивает но выберу как в свое время я мог нападать угловые нет это вот что-то а я кнопочку нажал поэтому у нас и не получилось Андрей Аршавин там в подкате играл ну вот 2006 год Аршавин у меня нет к нему каких-то таких претензий он играл в 2006 совсем совсем неплохо и вот Лэмпорт Лэмпорт против меня и сейчас будет вход штрафную и удары так чуть-чуть повыше опасно 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 11 дополнительное время уже пошло и Аршавин здесь и Андрюша побороться нет ну вот видите ну по ударам да главы вне игры по одному по владению мячом даже и даже по желтым карточкам мы их делаем на момент 2006 года все-таки сделали они кое-какие изменения ну я не понимаю что сейчас было то и Фабианский тащит ну вот не понятно что сейчас был в обороне так вот на 2006 году на момент выхода этой игры ведь реальными соперниками до сих пор является только FIFA и вот в сравнении с FIFA 2006 игра мне эта нравилась намного больше а когда вышла Prevolution Soccer 2008 это это Prevolution Soccer 6 ну или с X как хотите там как больше нравится вот мне эта игра нравилась а потом ввели всякие нововведения и игра уже потерял тот свой драйв ажиотаж не знаю вот в этом обличии она мне нравится больше сейчас классно Мансини действует и да я забываю я что-то нажимаю на кнопочку не отбор а подкат а мне нужно быть аккуратным я уже желтую одну имею и здесь я бью и Ковалевский хороший сейчас момент был а эти кто пойдет подавать угловой и конечно же он Даниэль Карвальо и Янчик и и еще один угловой Карвальо подает и да побороться бы и хорошая мне прям нравится вот в этой игре в отличии от настоящей жизни и от фифу 2016 да вот что немножко и нет не угловой молодец Аршавин да так как можно выпустить только а кто у нас есть там можно отдать пяту выпустим место риера бункерский что-то как-то не особо мне давайте я знаю что сделаю вот а программ сейчас в этом режиме я никогда не проигрывал на часть ну игра на сок мне помню понравилось что я сделал командой так как был была лига и там просто игроки player one player two и я решил ну тогда на тот момент еще фифа 2006 и да как карвале не забивает это вот на тот момент еще не вышел дополнение а у меня был какой-то журнал мой футбол да и там так настолько был классно представлены команды что я вот загорелся желанием сделать я назвал всех футболистов то есть у меня абсолютно все футболисты были да и моя момент за моментом а за беда сейчас немножко пожадничал это безусловно те футболисты которые были в национальных сборных типа и витсуоличу в цск и хорсайт вот вот а янче в румынии ну я же всех просто не помню кальниченко в спартаке в сборной украины я соответственно брал и ставил в те команды которые они играли кого туда по слову ему да ушел здесь мяч я немножко отвык от этой игры а когда-то я просто убивал время за ней а вот сейчас да это не фифа тут все немножко грубее последний раз я наверное в нее играл где-то наверное полгода назад все закончил с депутатным временем и депутатным временем я выиграл рамон давид и ханчик нет ребята мы не можем не можем проиграть и тут у нас а 0 выходит вот это круто херар пики херар пики дать пету проверим на месте на деле да и 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 есть 1 и 5 и 7 и 1 да там 7 2 а сейчас скромно 2 1 ну может еще на гол сподобимся чтобы 3 1 ну а тут все было классическая комбинация дать посмотрим да янчик янчик этот голевую ящик забивает наверно будет один из лучших матча янчик бороться и тут опасный тут бензима бензима я 0 к и аршавин неугомонный андрей шах и и и удар твара фабьянский будет убивать эрика бедаль и аналька налька стал главным тренером кпр насколько я знаю эрика бедаль а если бахнуть но не настолько сильно то фабьянский ковалевский выбивает вот на сегодня польская дуэль на воротах и макелилей здесь я его тут что в какой-то мере сработал замена роман неплохо сыграл в центре сыграл отличного нападения пускай если хол забьют пускай забивают нет не все потеряно нет все 2-1 да победа победа янчик на второй вундервард на четвертый и я на восемьдесят второй да сложный но интересный матч ну вот голы показывают я не вот аршавин прошел сыграл на киркича тот отдал янчику янчик пустой угол закатил мяч вот гол вундервард а проход здесь вообще никто не накрывает и он под перекладину заряжает мяч ворот фабьянский и наконец-таки да нет это просто опасный момент ну хорошо сыграл кавалевский опять мой момент да я здесь стрелял карвале не попадает не попадает да нет карвале здесь просто будет удар выше ворот вот наконец-то гол янчик идет и отдать в нужный момент и я забиваю под перекладину вот такой матч у нас получился нет я лучший игрок в матче не янчик так рамон это участок сложен в финансах которые пили гол янчик забил первый гол в матче обеспечил финальный гол честного на обязанности ну и так иначе это правда вундервард несмотря на отличный гол в котором он был не способен бросить команду к победе и все здесь больше никого отметить но это не интересно поэтому так что вот такая у нас получилась новая рубрика такой получился матч если вам интересно и вам понравилось это ставьте лайки подписывайтесь вообще на мой канал комментируйте мои видео если будут собирать мои видео лайки продолжу записывать новые рубрики продолжу и с этой рубрикой если вам понравился игра в принципе можете писать в комментариях я начну карьеру за кого-нибудь посмотрим кстати какой год там был вот вот до 2020 я не соврал на состав посмотрим просто он даже интересно вот играет такой тактики кинфеев мика ричардс джекорс я не знаю нет 34 да если так разобраться это 2020 год а рекорды ну у меня больше всех голов голевых это 736 да месяц запасе это все прикольно вот так что вот такая получилась новая рубрика в принципе я думаю что я наверное достойно рассказал об этой игре но по крайней мере пытался на этом все еще раз говорю если понравился эта игра пишите в комментариях что хотите вот начать карьеру я начну карьеру за какую-то клоуку и мы будем играть если вы понравился целом рубрика ставьте лайки я вам покажу еще несколько игрок которые ну реально мне нравились и которые я бы хотел показать зрителям моего канала на сегодня все с вами был андрей файф подписывайтесь комментируйте ставьте лайки любите те игры в которые вы играли в детстве пока пока